Приветствую вас. В первую очередь, наверное, мне бы хотелось уточнить немножко у вас, какой вопрос вы хотели бы нам задать, да? То есть, вы спрашиваете, что делать, вот, но не совсем понятно, что делать, значит, чтобы что, то есть, что вы хотите делать, что вам нужно. Понимаете? То есть, одно дело, если вы, к примеру, хотите разобраться в себе, одно дело, если вы хотите разобраться в себе, другое дело, если вы хотите, например, подумать и понять, как вам можно было бы с этой девочкой, например, вместе, ну, быть, сблизиться. Одно дело, если вы хотите понять, что происходит с вашей семьёй, да? Вот. И... Соответственно, хотите ли вы это как-то исправить, поменять, да? То есть, что-то изменить, либо, может быть, ваша семья изжила себя, вот. То есть, нужно делать какой-то выбор, нужно принять какое-то решение, вот. Понимаете? И вот уже от этого решения будет зависеть, наверное, всё остальное. То есть, от вашего решения будет зависеть то, как дальше будет складываться ваша жизнь. В принципе. Понимаете? Понимаете? Так, что да, пока не понятно. Ну да, у вас возникла влюблённость, да. А, к этой девочке. Понять, действительно ли это влюблённость, допустим, или нет, можно только, если на фоне, допустим, на фоне не будет, ну, кого-то ещё, да? Если на фоне не будет вашей, там, жены, допустим, если на фоне не будет вашей семьи, если вы будете чувствовать себя свободно, вот. Вот только в этом случае можно будет сказать, что у вас за чувства к этой девушке. Поэтому мои коллеги здесь отчасти сказали верно, отчасти, да, а отчасти нет, потому что, ну, по моему мнению. Потому что вам необязательно в семью возвращаться. Вот этот момент постарайтесь понять. В семью возвращаться необязательно. Но нужно понять, что вы хотите, нужно понять, что вам нужно, для себя хотя бы. Вот. И это уже будет каким-то шагом вперёд. Вот. То, что вас тянет к ней, да, то есть вот есть такая тяга к ней, как вы говорите. Ну, тяга, понимаете, это не влюблённость, тяга, это не, это ещё не любовь. То есть понятно, что, ну, что это может быть, но тяга это, как правило, потребность. Если мы говорим прям конкретно вот про тягу, да, то тяга это потребность. И лучше, конечно, если вы эту тягу не подавите себе, да, не будете стыдиться. А просто раскроете. Вот. То есть если вы раскроете эту тягу, если вы постараетесь увидеть, что за ней, стыдиться за этой тягой, вот. Понимаете, такая история. Вот это вот мне кажется важным. важным. Это мне кажется важным и первостепенным. Ну вот, в принципе, и всё. То есть определите сперва, чего хотите вы, определите сперва, что нужно вам. И дальше уже можно будет смотреть и решать, как вам помочь и что можно сделать будет для вас. Вот. Вот так. А вот сейчас вы только обозначили проблему, да, но никак ведь её, по сути, не раскрыли. Свою проблему никак, по сути, не описали. А ведь это очень важно для нас. И совершенно нормально, что если у вас, к примеру, если у вас, к примеру, не складываются отношения в семье, да, если у вас вот, ну, просто не складываются отношения, так как вы хотите, что совершенно очевидно, что вы будете обращать внимание на других, женщин и других девушек, и совершенно нормально, что вы будете обращать внимание, ну, на на тех, кто находится к вам, там, условно, условно говоря, ближе, да, на тех, кто ну, вот, непосредственно с вами взаимодействует, да, и так далее. То есть это нормально. Это нормально. Вот. Ну, тогда опять же, нужно отделить то, что хотите вы, да, для себя. И то, что, к примеру, вам хочется для, ну, для человека, допустим. Ну, допустим, для девушки. Вот. Понимаете? Какая штука. И поэтому я очень хочу, чтобы, чтобы вы правильно меня поняли. Чтобы вы не поняли, что я отнял, что я знаю. Вот. Чтобы вы поняли, что я не хочу сказать, что вы, ну, как-то неправильно что-то делаете. Я хочу сказать, что вы, ну, недостаточно ценностью относитесь к своим эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Понимаете? Какая история. Поэтому мне видится это вот примерно так. Мне видится примерно в таком ключе ответ на ваш вопрос. То есть анализ ваших отношений к семье и, соответственно, поиск неудовлетворенностей с последующей реализацией этого. Мне видится так. То есть как-то сделать что-либо еще, если пока что на данный момент возможности не представить. Не представляет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам.